Активистов территориальных общественных союзов и руководителей муниципалитетов собрали в главном медиа-центре в Олимпийском парке. В ходе семинара обсудили работу органов ТОС и перспективы их развития. По новой системе органы местного самоуправления трудятся уже более 10 лет. И с каждым годом самостоятельность поселений растет и вносит ощутимый вклад в преобразование края. И фактически ТОСы – это еще одна власть в муниципалитете, подчеркнул первый заместитель губернатора. Насколько активен каждый из вас, насколько вы владеете всеми проблемами, насколько выстраиваете коммуникацию, насколько оперативно вы решаете различные вопросы и побуждаете муниципальную власть, а как нам надо, и органы надзора прокурорского. А вот ваш контроль непосредственно, всего рода народный контроль – это очень важно. И для нас очень важно, чтобы каждый из вас был максимально эффективен. На Кубани действует более 5000 ТОС. Под их контролем не только благоустройство своих территорий, но и такие сферы, как поддержка малых форм хозяйствования, использование и охрана земель, работа управляющих компаний и ТСЖ, а также участие в общественно-политической жизни региона. В сентябре этого года во всех 37 районах края жители будут избирать депутатские корпуса. И одну из главных ролей выборной кампании предстоит исполнить именно общественникам. Также в ходе семинара о своей работе и планах развития рассказали руководители Квартальных и территориальных общественных самоуправлений Геленджика, Новороссийска, Белоглинского, Абинского и Староминского районов. Они поделились наработанным опытом с другими представителями ТОС и наглядно продемонстрировали возможности эффективной работы с населением. Одним из примеров служит Сочи, где была проведена огромная совместная работа. Убеждать и работать с населением в тот момент, когда не было света, а это было, не было воды, когда дороги разбиты, самосвалы ездят, стройка, пыль, грязь, настроение, конечно же, у сочинцев, ну, можно понять, какое было. Тем не менее, терпение и понимание, и спасибо большое нашим активистам, которые очень хорошо работали с населением, в общем-то, опять говорит о положительных, хороших результатах. Для того, чтобы участники семинара своими глазами увидели результаты семилетней работы, была организована экскурсия по Сочи. Помимо центральных улиц курорта, они посетили и знаковые – Олимпийский парк, Меретинскую набережную и побывали в Красной Поляне. Для многих участие в семинаре стало возможностью впервые увидеть Олимпийскую столицу. Впервые я в Сочи, поэтому я очень довольна посмотреть такую красоту. Условия хорошие, остановились мы в Екатеринском квартале, русский дом. Очень хорошо, все чисто и приятно. И отдыхаем. И буду рассказывать всем людям, чтобы узнали, как тут красиво и хорошо. Свою работу мы будем объяснять, людям рассказывать, разговаривать, что это все реально. Что сейчас реально, сделать эту красоту. И всем большое спасибо даже нашему губернатору Таткачеву, что действительно такую красоту нам делают простым людям. Что мы вот приехали, посмотрели, сфотографировали, запечатлели, добрали сувениров. И будем всем показывать и рассказывать. В свои районы края представители ТОС увезли не только фотографии и впечатления, но и хороший багаж знаний, полученный на семинаре по сотрудничеству с местной властью и приведению своих территорий в достояние края. Татьяна Нагорская, Борис Осин, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.